Здравствуйте! Сегодня небольшое видео о том, как изменить лаунчер на автомагнитолах Android. Это можно сделать один единственным способом. Иногда это уже вшитый лаунчер, но вы хотите, например, другой. И вам не нравится стандартный Android лаунчер, который установлен на магнитоле. Сделаем это на примере автомагнитолы Джансун на процессоре Intel. 4 гига оперативки, 64 встроенной. Переходим. Что для этого понадобится? Нам понадобится, конечно, PlayMarket. В нем есть все необходимые лаунчеры. Но так как я не хочу вводить в эту магнитолу свой аккаунт, я могу воспользоваться, например, поиском просто в Google. Вот я выбираю вот такой вот CarWebGuru APK. Лаунчер мне понравился больше всего. Выбираю сайт apkpure.com. И на этом сайте скачиваю этот лаунчер. Да, лаунчер устанавливается не без проблем. Почему? Потому что пропадает как будто бы радио. Все прекрасно работает, кроме радио. Но его нету просто на рабочем столе. Но это не проблема. И сегодня расскажем. Кстати, нам об этом рассказал подписчик. Что это можно решить очень легко. Ему большая благодарность. Поэтому это видео сейчас и делаем. Сейчас у нас скачается необходимый лаунчер. Ждем его загрузку. Так, что-то с интернетом. Скачивание файла в браузере требуется доступ к хранилищу. Вы разрешаете этот доступ. Но это если скачивать с браузера. Если же вы будете скачивать непосредственно не из браузера, а со своими плеймаркетами, то необходимости в этом естественно нет. Вот появилась вот такая вот опция. Нажимаем ОК. Скачать разрешаем. Пошло скачивание. Я вот уже дважды нажал. Скачается он дважды. Можно попробовать отменить одну загрузку. Ждем пока загрузится. Зависит от скорости интернета. Можно с симки, с 4G. Да, проблема, которая связана с радио, я говорил. Она решаемая. И в принципе сейчас расскажем. Кстати, это можно делать на любом лаунчере. Эта особенность оказывается самого лаунчера. То есть он скрывает это радио. Ее нужно достать с лаунчера в определенных настройках. То есть открыть разрешение. Так, пока остановлю. Пока скачивается. Потом дальше. Установки лаунчера. У вас получается очень интересный лаунчер. Который может работать как с телефоном. Может работать с интернетом. То есть единственное, что нужно по настраиванию. Там настройки кнопок. Звук управлять может. И много чего еще. То есть все свои элементы. Но самое главное. Вы можете вынести радио. Которое обычно пропадало. Для этого нужно просто, просто, просто зайти в настройки. Настройки. Сейчас вернемся сюда. Не, не, извините. Назад. Здесь у нас должны быть приложения. Вот все приложения. Выбираем любую иконку, которая здесь есть. Но я возьму, например, той, которой я точно не буду пользоваться. Инструкция. Зажимаю ее. Появляется функция исследовать. В функции исследовать начинаем искать системное приложение. И появляется у нас радиоприемник. После чего мы можем его добавить в избранное. И у вас будет радиоприемник на рабочем экране. И вы можете спокойно его запускать. Лаунчер еще интересен тем, что с помощью него мы можем настраивать многие вещи. Мы можем нажать на настройки. Ввести здесь свой автомобиль. Чаще бывает, что он и сам его определяет. То производитель автомобиля. Сразу ввести какой-нибудь логотип. Если это маздовский. Здесь есть маздовский логотип. Попробуем найти. А, вот он. Есть маздовский логотип. Модель указать. Например, у вас Мазда 6. Год выпуска. Там, допустим, 2020. Вот. Вот. Теперь у вас будет свой интерфейс. Вы можете поменять цвет интерфейса. Выбрать розовый. Время по возврату. Главное меню. Строка статуса. Анимацию. В некоторых темах. Можно еще сделать. У нас там статистика. Где будет вестись. Но эта опция будет работать только в том случае, если вы, например, либо брать с GPS, либо он подключается через CAN. Если он видит это. Ну, это такая программа. Вот. Показывает, что это за магнитола. Еще читает. Модель показывает, что 4 гига. Ну, и вернуться назад. В принципе, после возврата. Вот здесь у нас будет свое меню. Ну, мы можем заходить. Вот появилась у нас Mazda. Будет такая вот логотипчик интересный при запуске. Ну, и при этом будет радио. Конечно, радио здесь, я думаю, можно настроить. Показывает у нас Bluetooth. Это у нас высокочастотная штука какая-то. Библиотека. Давайте вернемся. Попробуем поменять здесь. Вот, например, инструкция. Зачем нам эта инструкция? Да, это у нас просто помощник настройки лого при запуске. Я хочу, например, здесь выставить собственный какой-то логотип. Можно сделать, чтобы кнопка была моя. Так. Температура. Календарь поездок. Погоду можно добавить. Зеркало заднего вида. Активировать питание. Да, вообще, отлично все. Ну вот. А если вам нужно радио, как заходить в радио? Ну, получается, через это меню у нас есть вот радио. Радио приемник. Может, можно поменять вид. Вот это у нас избранное. Популярное. Вид. Ну, вот видите, можно тут его удалить. Но я не... А вот если мы инструкцию к чертовой матери уберем... Нет, я не хочу его удалять. Я хочу его просто заменить. Нет. Возможно, как-то сюда можно его переместить. Пока не знаю, но нужно поискать. Ну, самое главное, что поставить другой лаунчер без проблем. Просто нужно в лаунчер найти место, откуда вытягиваются эти файлы. И появится у вас радио. И пользуйтесь им, как и пользовались. Вот нашел, каким способом вынести радиоприемник сюда. У нас есть некоторые функции. Вы просто зажимаете и можете выбрать любую функцию сюда. Например, я вынесу сюда YouTube. У меня здесь будет YouTube. Захочу навигацию, будет навигация. Просто нужно зажать, подержать. Зажмем это. Пожалуйста. Что угодно. Что угодно вы можете здесь сделать. Сделать просто без команды. То, что вам удобно. Если здесь навигация стоит iGo, например. То мы можем, удерживая, вынести сейчас сюда. Через Apps iGo. Вот, пожалуйста. Вот, прекрасно работает. И музыку можно включать. И видеть все. Все просто супер. Кроме того, можете сюда выбрать избранные программы. Добавить дополнительные. И все, что можно. Вот так ставится. Вот на этом лаунчере. Если берете другой какой-то лаунчер. Будет немножко по-другому. Для того, когда лаунчер у нас скачался. Нажимаем на него. Устанавливаем. Но он просит установить с неизвестных источников. Еще раз. Это будет только тогда, если вы качаете не с Play Market. Установить его. Устанавливаем. Открываем. Вот у вас получается вот такой вот лаунчер. Нужно ему дать все разрешения. Все возможности, которые он может. И вот он будет показывать там километры, навигация. Музыка. Но чего нету, то нету радио. И как вот подключить радио, сейчас будем вам рассказывать.